Приветствую вас, Василий. Я думаю, что мой ответ будет касаться не столько вот ответа на вопрос, а где вы пишете, как переселить эту неловкость, ведь она не выдумана, потому что эта неловкость, она есть в вашей реальности, она вас волнует, и я не собираюсь вас сейчас как-то переубеждать в том, что, к примеру, вы не правы. Я не хочу этого делать, потому что, ну, всё равно, как бы, вне зависимости от того, считаете ли вы себя правым, не считаете ли вы себя правым, вот, ну, как бы, вне зависимости от этого, я думаю, всё равно сейчас ситуация для вас, она складывается вот так. Мне кажется, что это нужно учитывать, обязательно. Мне так кажется, что это нужно учитывать. Вот. Поэтому я думаю, я думаю, я думаю, что для начала очень важно для вас определить вот то, почему для вас мудивственность связана вот с этим, с размером, так сказать, вашего полового члена. Почему мудивственность вы и полноценно связываетесь с этим для себя? Я думаю, что вы будете спорить с тем, что секс для вас очень важен. Я думаю, что вы будете с этим спорить. И если это так, что если вот секс для вас очень, очень важен, то мне кажется, что в первую очередь нужно снизить значимость секса для вас. То есть обрести некие другие основания для того, чтобы уважать себя. И в первую очередь это, ну, в первую очередь речь идёт о признании того факта, что вот у вас такая вот физиология, что у вас вот такой размер. И что это вы, что дело не в том, какой у вас размер, а в том, какие у вас, например, чувства к себе, допустим. Какие у вас чувства, например, к партнёру сексуальному вашему возможно, да? Которые, которые не обязательны и не всегда должен быть, ну, должна быть там вот, как вы сказали, что это проститутка. То есть почему это обязательно должна быть проститутка? Ну, тут для меня это на самом деле в большей степени вопрос, да? То есть как бы, почему вы считаете, почему вы считаете, что это вот должна быть проститутка? Ну, для меня этот момент является, наверное, в большей степени загадкой. Вот. То есть опять же, это означает, что вы очень не уверен в себе человек. Это означает, что вы, очевидно, не можете как-то вот выстроить отношения, выстроить отношения с людьми так, с женщинами так, чтобы вас воспринимали, чтобы ваши физические характеристики не воспринимались, как, знаете, вот, как что-то первостепенное, да? как что-то такое важное, а чтобы это воспринималось как, ну, как вторичное что-то, понимаете? Вот. И это, на мой взгляд, очень важная история, очень важная история, очень важно этот момент, ну, для вас, для, именно для вас, для вашего понимания, да, выявить, выделить его. Вот. Мне кажется, так, здесь можно в целом ответить. То есть я не хочу, да, я не хочу вас сейчас ни в чем переубеждать, я не хочу. Я не хочу говорить вам, что вы не прав и что ваша позиция вы, я верю в то, что вы верите вот в то, что говорите. Я верю в то, что такова ваша реальность, в которой вы живете, что вы в этой реальности как бы, ну, хотели бы не быть, но тем не менее, все равно вы в ней, все равно вы в этой реальности находитесь, вот. Если я это понимаю, а происходит в том, что вы очень уверены в себе, происходит в том, что вы себя не принимаете, вот, таким, какой вы есть, и, соответственно, у вас страх оценки, у вас еще есть страхи, ну, видимо, еще есть. Достаточно такие вот серьезные страхи, вот, и именно с ними нужно работать. С этим, с этим, с этим, с этими страхами нужно работать, вот, а не с тем, что вы сейчас пытаетесь, там, что-то, ну, что-то поменять, да. Значит, что-то сделать, и так далее. Вот. То есть мне видится история, мне видится вот такой, примерно. И мне кажется, я вижу, вот, я вижу помощь психолога, я вижу помощь психолога, как раз именно в этом, вам. И мне бы хотелось именно в этом, вам помочь, понимаете, какая штука. Ну, другой вопрос, да, позволите ли вы нам это сделать, другой вопрос, позволите ли вы нам помочь, вот, это же вопрос, конечно, несколько другого характера. Вот. Значит, так, доброго времени суток, э-э-э-э, у нас с ней говорили, что в школе, кто говорил, кто говорил вам в школе, об этом. Я все еще детственник, мне уже 26, собираюсь психологически расстаться с этим временем. Ну, вот вы говорите, да, вы даже сами говорите, что именно, вот, психологически собираюсь расстаться с этим временем, так, вы прям понимаете, э-э-э, видимо, 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 вы понимаете, что это, вот, именно, психологическое время, то есть это не что-то такое, вот, серьёзное, да, на что нужно обращать внимание, но для вас это важно, вы собираетесь расстаться с этим психологическим временем. Знаете, вы не расстанетесь, потому что психологическое время, оно у вас в голове находится только, и никуда оно не денется, знаете, к сожалению. Поэтому момент, э-э-э, момент, здесь, он, э-э, вот такой, к сожалению, понимаете, вот. И спросите себя, почему вам так важно, ну вот, расстат с бременем, почему само вот, само слово бремя, да, здесь вами используется, ведь это тоже не случайно. Понимаете, да, о чём я, о чём я говорю, понимаете, о чём я говорю. То есть мне кажется, что на этот момент, на этот момент вам очень желательно обратить своё внимание. Так, эээ, переживаю, во-первых, из-за того, что во время, эээ, так, значит, ну да, вы волнуетесь, слишком много значения обратите сексу, это значение можно снизить. Эээ, стыдно, что она, значит, увидит ваш размер. Ну, опять же, есть непринятие себя. Помочь принять себя может психолог. В глубине души посмеётся пожалеет себя. Оба варианта унизительны для мужчины. А чем? Вот как унижает мужчину то, что над ним кто-то смеётся? То есть как конкретно может унизить мужчину то, что кто-то другой, кто-то другая над ним смеётся? Как? Вот я просто хотел бы, чтобы вы вот этот, ну вот этот механизм раскрыли. То есть как может реакция кого-либо, кого-либо, повлиять на, собственно, ну вот то, как воспри, как чувствует себя, ну как чувствует себя мужчина, вот как? Как это возможно? Я бы хотел, конечно, чтобы в этот момент подострелить. То есть вы говорите, что это унизительно. Ну, в принципе, я, я, в принципе, могу понять вас. Я мог бы понять, но вы как-то вот более, более подробно раскроете, чем это унизительно. Опять же вы говорите, унизительно для мужчины. То есть не для вас, а для мужчины. То есть такое впечатление, такое впечатление, что вы, как будто вы говорите здесь, ну вообще не о себе. Вот такое ощущение. Такое ощущение, что вы говорите не о себе, а о вот каком-то гипотетическом мужчине, который, который будет чувствовать себя униженным. Вот. То есть тут, опять же, у меня такое ощущение, да, что вы не столько переживаете о том, что, о том, что вас унизят, например, сколько о том, что вот это просто, исходя из ваших установок, да, является унизительно. То есть, ну это, я бы сказал, вот я бы сказал, что это крайне такая позиция обобщающая, то есть она в прямом и в переносном смысле игнорирует вас, ну вас как личность, к сожалению. Так вот мне видится этот момент. Так он мне представляется, по крайне мере. Вот. Я не хочу как-то на вас давить, да, не хочу как-то вас переубеждать, но, тем не менее, такая вот история. Дальше, так, я узнал, что, значит так, представляю, что второй раз, наверное, а потом они будут, когда я уйду обещать, когда это чувство будет со мной, оно подавляет меня. Ну я бы сказал вот, что с этим чувством нужно работать. То есть вам нужно вот несколько лучше в контакт с собой войти, потому что, вот, то, что, то, что вы говорите, то, что вы говорите, ну это, опять же, это не неправда, то, что вы говорите. Это вот все может быть и так, но это слишком общее, слишком общее. Это лишено, по сути, это лишено какой-либо персонификации, персонализации, индивидуальности лишено какой-либо. Вот. Поэтому, мне кажется, тут нужно вот несколько, ну несколько попробовать раскрыть этот аспект. Вот. Чтоб было вам самому, может быть, лучше даже понятно, о чем идет речь. Вот. А дальше, как переселить эту неловкость, она не выдумана. Ну, неловкость существует только у вас, только для вас. Вот, соответственно, вами она не выдумана. Вот. Но, поработать с ее причинами и сделать так, чтобы она, например, перестала вас волновать, вполне возможно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Обратите внимание, что вы пытаетесь секс, а это одно из самых древнейших и самых, таких, естественных занятий человека, пытаетесь их подогнать под какую-то, ну, под какую-то структуру, под какие-то рамки и так далее. Я не думаю, что это хорошая история. Я не думаю, что это вам полезно. И поэтому, соответственно, имеет смысл вам обратить внимание именно на то, чтобы выстраивать отношения, все-таки опирает больше на духовный аспект. Чтобы встретить девочку, которая уважала бы вас не за ваши физиологические качества, а именно больше за то, какой вы, за то, кем вы являетесь, за то, что вы из себя представляете. Мне кажется, что это гораздо более естественная, гораздо более перспективная сфера, в которой мы могли бы обрести гармонию, обрести спокойствие, и обрести в общем и целом самого себя. Вот. Если только вы этого, конечно, конечно же захотите. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.